В Ингушетии путем слияния нескольких природоохранных органов образовано Министерство природных ресурсов и экологии. На вновь образованную структуру возложены функции упраздненных Комитета Республики по экологии и природным ресурсам, Комитета по лесному хозяйству и управлению Ингушетии по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания. Руководителем нового министерства стал Магомед Бабхоев. Его сегодня представил глава Ингушетии. Также Юнусбек Евкуров представил руководителей ряда других министерств. Подробности в материале нашего корреспондента. Создание одного ведомства вместо трех стало мерой по оптимизации органов исполнительной власти региона. На должность министра природных ресурсов и экологии на указом главы Республики Юнусбека Евкурова назначен 34-летний бывший председатель Комитета Ингушетии по экологии и природным ресурсам Магомед Бабхоев. Сегодня руководитель министерства был представлен коллективу нового ведомства. Нам надо реально повернуться лицом к такой болезненной теме, как природа, как экология. Надо более тесно взаимодействовать с федеральными структурами. На базе комитета не всегда качественно это получалось изучить опыт работы своих коллег, как в Северо-Кавказской регионах, так и в других. Мы должны проработать вопросы, изучить работу федерального министерства. Тесно наладить работу со всеми профильными департаментами в федеральном министерстве. И, конечно, ввести окончательно в строй вот те подразделения, которые мы тоже ввели в строй уже нового министерства. Это и макомный схоз, это охрана животного мира, ну и так далее. Те организмы, которые мы сюда вводим. Инозбек Евкуров отметил, что Магомед Бабхоев за последние несколько лет зарекомендовал себя как профессионал и неравнодушный к своему делу человек. Прошел путь от рядового специалиста до председателя ведомства. Бабхоев Магомед Мусаевич показал себя по всем направлениям и инициативным, и грамотным, и толковым, и, самое главное, неравнодушным человеком к своей профессии, к своей работе. Поэтому выбор пал на него. Поэтому указом моим, в соответствии с статьей 9 Конституционного закона Республики Ингушетия, правительство Республики, Бабхоев Магомед Мусаевич назначен министром природных ресурсов и экологии Республики. Вчера этот указ подписан, поэтому у нас новое министерство и новый министр. Под руководством Бабхоева в регионе реализованы и еще реализуются ряд масштабных проектов в области экологии. Уже второй год подряд Ингушетия является победителем экологической акции «Вода России», крупнейшей в стране. Республика постоянно занимает лидирующие позиции по числу участников. Надо целую базу создавать по нашим природным ресурсам, по нашим возможностям. Но для этого, я еще раз говорю, не надо изобретать велосипед, надо просто изучить опыт регионов, посмотреть, выходить на министерство и профильно в этом направлении работать. Правительству надо взять на контроль, чтобы у нас ни один департамент профильный не остался вне внимания, вне контроля, вне взаимодействия нового министерства. В свою очередь, Магомед Бабхоев поблагодарил главу региона за оказанное доверие. Не заверил, что приложит все усилия для его оправдания. Баш Калберя, за доверие, за создание такого мощного, уверенно продуктивного органа. Мы это считаем очень высокой оценкой, оценкой аванса, которую мы непременно оправдаем. На протяжении последнего времени весь коллектив выкладывался по максимуму. Я думаю, результат уже есть. Все ваши задачи нам четко ясны. И имеем ясное представление, как мы будем все это делать по всем направлениям, по новым направлениям. И уверены, в ближайшие два года, запасом три года, все эти вопросы мы доведем до идеала. Поручение разработать и представить на утверждение отдельную региональную программу по совершенствованию работы подведомственных Минсельхозу предприятий озвучил Юнусбек Евкуров, представляя нового министра сельского хозяйства и продовольствия Хызыра Галаева коллективу ведомства. Глава отметил необходимость улучшения деятельности государственных сельхозпредприятий и КФХ, уделяя при этом особое внимание планированию работы. Сегодня жесткий контроль будет со стороны правительства. Каждая копейка должна дать результат. Если мы этого не добьемся, мы постоянно будем там в хвостах. На это обращаю внимание первого же председателя правительства, ну и, конечно, нового министра. У каждого КФХ руководителя, а у директора группы тем более, должна быть ответственность перед муниципальным образованием и сельским поселением. Я уже говорил, вот эти средства, которые там заложены на 2019 год, которые будут защищать, расписать, делить на четыре части. Одна часть, которая идет на зарплату, в первую очередь, людям, и на премиальные, и на другие вещи. Вторая часть, которая идет на обновление техники, удобрения и так далее, и так далее. Третья часть, которая идет на поддержание мероприятий, которые проводятся в муниципальном образовании, в сельском поселении, тротуар положить, свет положить, столбы поставить, Дом культуры поддержать. Как это было всегда. Говоря о профессиональных и личностных качествах нового министра, руководитель региона отметил, что коллектив ведомства хорошо знает назначенца, знаком с его трудовыми успехами. Кроме того, глава субъекта обозначил проблемы, стоящие перед новым министром. Замена осуществляется в рамках все-таки обновления и в целом кабинета министров, и с учетом тех реалий, которые складываются в рамках развития агропромышленного сектора. Все вы знаете про майский указ президента Владимира Шипутина. Этот указ надо более чем серьезно защищать и выполнять. Это 12 национальных проектов и довольно широкий объем средств и задач. В этом указе, в этих национальных проектах, одно сектору агропромышленному. То, что вы акцентировали внимание по работе ГУПов, но, коллеги, это государственные предприятия, и все время содержать штат и платить государство не может. Когда-то время наступает X, и тот, кто работает, тот, кто зарабатывает, хотя бы самодостаточен, ну, с ним будет отдельный подход, отдельный разговор. А те, кто не справляется, ну, будут предложения к представленной главе субъекта. Здесь, коллеги, я попросил бы, давайте все-таки отделять государственное от частного, от собственного. Это не ваша собственность, вы правильно понимали. Это собственность государства. И здесь будет, конечно, у нас очень жесткий контроль. Далее, Юнусбек Евкуров вместе с Зелимханом Явлоевым представили коллективу Минстроя региона нового руководителя Османа Вышигурова. Глава подчеркнул, что назначенец имеет опыт работы на руководящих должностях в различных сферах, как в государственных органах, так и в коммерческих организациях. Мною по представлению председателя правительства принято решение о назначении на должность министра строительства и жилья коммунистового хозяйства Ушигурова Османа Абдул Соломыча. Насчет опыта работы в разных направлениях поработал, в том числе и в различных, как мы говорим, земных должностях. Надеюсь, что тот опыт, который там прошел, будет эффективно использован в работе здесь, уже непосредственно в министерстве. По мнению главы региона, одна из первоочередных задач, стоящих перед новым руководителем, достижения целей, установленных в майском указе президента Российской Федерации. Взаимодействие с федеральными и местными ведомствами. Ни одно министерство само по себе не должно работать. Все должны быть под жестким контролем аппарата правительства, вице-премьеров. Естественно, тесное взаимодействие с федеральными министерствами. Да, здесь, должен сказать, что товарищу Цюрову удалось наладить, если свете-премьером, хорошую работу с федеральным министерством. Поэтому надо это продолжить, закрепить это направление. Здесь надо сказать, что я сейчас в министерстве, я ему что-то говорил об этом, буквально за последние, там 3-4-5 месяцев, начали повернулись лицом к тому, к той проблеме основной, где там зависящие воздухообъекты начали их оформлять. Надо эту работу продолжить. Ну и надо, конечно, улучшить работу качества контроля. Поэтому здесь прошу нового министра, председателя правительства, вице-премьера, и всех вас, коллеги, учитывать это. И сделать так, чтобы мы ситуацию выровняли, сделали лучше. Для этого не лишний, но чуть-чуть опыт том, что регионов. Цюрову Рашиду Ахмедовичу хочу сказать спасибо за тот объем работы, который уже сделан, ну и плавно передать дела и должность, и в последующем, естественно, быть помощником новому министру, там, где в этом будет необходимость. Проведена реорганизация министерства строительства, включили состав министерства строительства и строительную личность, то есть стройнодзор. Включили состав. Ну, здесь уже отдельно мы будем уже разговаривать по управлению капитального строительства, ну, после как министр войдет в курс дела. Мы не хотели бы, чтобы министерство являлось сегодня только заказчиком, то есть объектом. Мы хотели бы, чтобы в целом в жилищном строительстве, в целом осуществляли политику и строительство индивидуального жилищного строительства, и частное, то, что строят многоквартирные дома сегодня, чтобы министр, у него были полномочия, также и надзорные, чтобы у него были эти полномочия. Значит, скажу сразу, что в некоторых субъектах такое наблюдается, и уверен, что при вашей помощи, при вашей поддержке, мы те задачи, которые сегодня ставит глава субъекта, мы выполним. Напомним, указ о назначении Османа Вышигурова министром строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства был подписан накануне. На этом посту он сменил Рашида Цурова. До назначения на должность Вышигуров работал заместителем директора ГУП Управления капитального строительства Республики Ингушетия. Все, кто как-либо связан с вопросом учета, распределения и выделения земельных участков, несут персональную ответственность за самое строгое соблюдение установленных норм законодательства в этой сфере. Об этом глава Ингушетии Юнус Бекев-Куров заявил во время представления коллективу Министерства имущественных и земельных отношений Республики нового руководителя. Им стал Руслан Могушков. Для этого, по его мнению, совместно с другими региональными органами, Миномуществу необходимо усилить работу по эффективному управлению земельными ресурсами Республики, включая оформление прав на земли сельскохозяйственного назначения. Глава Республики обозначил задачи, которые стоят перед новым руководителем. Юнус Бекев-Куров поручил составить список неликвидных предприятий Республики и выставить их на аукцион, составить план приватизации госсобственности. Плюс те проекты, объекты, которые неликвидены, которые надо или ликвидировать, или же надо передать кому-то, или же надо на аукцион выставить на продажу, чтобы оно работало все. И здесь тоже нет должной работы, поэтому тоже определитесь, посмотрите на работе эти проблемы. У нас есть такие предприятия, как ИЖБИ, завод гиперпресс и так далее, и так далее. Есть ребята, которые хотят работать, содержать, сопровождать, вести. Ну, формы должны быть разные там. То ли мы полностью передаем в аренду, то ли мы безвозмездно передаем. То есть надо учитывать, кому этот объект нужен. Если этот объект никому не нужен, он будет стоять, а мы будем выставлять каждый год на торги, на такую-то сумму. Я говорю, никто не покупает. То есть зачем это делать? Тогда надо находить человека, передавать ему бесплатно, безвозмездно, чтобы этот объект работал. Руководитель субъекта выразил уверенность в том, что новый глава ведомства продолжит улучшать уровень работы и дисциплины в министерстве. Руслан Могушков поблагодарил Юнус Бекаевкурова за оценку его профессиональных качеств, заверив участников встречи, что постарается приложить максимум усилий, чтобы оправдать оказанное ему высокое доверие.